Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Значит, я мама в декрете, пишите вы замужем. Переехали в нынешнее место жительства пять лет назад. Так получилось, что я осталась совсем без общения, без друзей и мы постоянно на работе, а мы вдвоём с ребёнком. Несколько месяцев назад разругалась судьба-бругой так, что даже не здороваемся. Если видимся в сады, мы не встречаемся практически, потому что я дома с ребёнком. Она общается со всеми, так как местная со мной, соответственно, нет, теперь мы никто. Мы были родные и как сёстры. Годами делили радость и горе столько, чтобы прошли вместе. В конфликте виноваты обе, но только я прошёл прощения и делал неоднократные шаги на встречу. В ответ – полнейший игнор. Понимаю, что она уже вычеркнула меня из своей жизни, и что нужно учиться жить без этого человека, но я ничем не могу себя отвлечь, не работаю за декрета. Из-за этого не могу куда-то поехать, чтобы найти новый круг общения в бассейне секции. Думаю, чем бы я ни занималась мысль о том, что раньше мы делали это с подругой. Даже чай попить и поболзать не с кем. Все родные далеко, общение лишь через интернет. По факту рядом со мной только малыш. Я счастливая мама, но общение с ребенком совершенно другое. Поначалу коллеги с работы писали, сейчас и этого нет. И на работе, конечно, нашли замену. В душе надежда, что все наладится и будет как раньше. Постоянное чувство вины еще испортило отношения, потеряло друга. Не могу никак отпустить ситуацию, не могу найти новых знакомых. Уже оставила попытку вернуть дружбу, больше никак не навязывать. Но для этого легче не становится. В одиночестве навязчивые мысли убивают меня. Как быть? Ну, конечно, я бы вам здесь расстоятельно рекомендовал начать психотерапию. Потому что, на мой взгляд, вам это необходимо. У вас есть травма на почве расставания с подругой как раз. Вот, и это, наверное, первое. Вот, второе, на что вот хочется обратить ваше внимание, это, знаете, мне стало интересно. Мне стало интересно, а если бы вы нашли сейчас знакомых, если бы вы нашли знакомых, вы бы так же переживали и грустили из-за того, что у вас нет подруги. Это такой момент. Следующий момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание, это момент того, чтобы вы говорите, вот я прямо цитирую, так получилось, что осталось совсем без общения. Вот, понимаете, меня всегда в какой-то степени смущала эта история, вот смущал этот момент, когда люди говорят, так получилось. Я не думаю, что что-то так получается. Я думаю, что если что-то получается, а если что-то происходит, то в результате действий самих людей. Только не всегда человек это способен осознать и принять. Вот, в случае вашем, я полагаю, что речь идет именно об этом, к сожалению. То есть эта история вот именно, об этом эта история именно, как мне кажется, про, ну вот, про то, что вы не очень замечаете, и не очень, скажем так, осознаете то, что, собственно говоря, происходит в вашей жизни, то, что происходит с вами. И отсюда появляются, конечно же, серьезные проблемы. Вот, поэтому, на мой взгляд, именно с этим вам и нужно в первую очередь разбираться. Нет, так получилось, да, то есть это ваша такая базовая, можно сказать, стратегия по жизни. Вот. Дальше. Дальше, конечно, речь идет о ваших интересах. Дальше речь идет о том, что интересно лично вам. Дальше речь идет про установку личных границ между вами и ребенком. Дальше речь идет про организацию свободного времени для вас, потому что декретное начало, что вы должны быть как в тюрьме. В этом смысле абсолютно не означает, что вы должны быть как в тюрьме. Вот, поэтому то, о чем вы говорите, это, к сожалению, больше про невозможность и определенную неспособность организовать свою жизнь так, чтобы в ней было, ну, чтобы в ней у вас было свободное время. То есть, ну, условно говоря, если вы, если вы о себе не заботитесь, вот, ну, как бы, сам, сам, если вы о себе не заботитесь, вот, то, естественно, есть определенная проблема в том, что, чтобы о вас заботились, ну, другие. Такие, вот, если вы, если вы чего-то вот не даете себе, ну, гипотетически, если вы чего-то не даете себе, вот, то, конечно, вот, есть в этом, ну, в этом смысле есть серьезная проблема, как мне кажется. Кажется. Вот, поэтому тут я тоже на это хотел бы обратить вам ваше внимание. Что касается интересов, то, ну, вам, опять же, не обязательно, совершенно не обязательно. По моему мнению, быть без рубежка, то есть, вы вполне можете, в какой-то степени, да, и с рубежком взаимодействовать с людьми. Вот, то есть, ну, просто выйти, там, на улицу выйти и пообщаться с такими же мамами, как и вы. Вот это не сложно, в принципе, сделать, на мой взгляд. Ну, а для этого нужно, опять же, ваше желание. В данном случае, конкретно, на мой взгляд, вы упираетесь в, ну, по факту, вы упираетесь в свои собственные ограничения, вот, которые вам и мешают. Вот. То есть, история здесь, вот она, ну, примерно, примерно такая. Так что, если вы готовы начать менять свою жизнь и готовы больше, вот, как-то к тебе прислушиваться, то вам можно помочь. Не думаю, что будет особо сложно, вот, но если вы не готовы, а просто, 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 просто сейчас спрашиваете, как вам быть, то в таком случае помочь вам, конечно же, не получится. Вот. Самое что-то, как бы, психологи советов в этом смысле не дают. Вот. Какая-то такая вот история. Вот здесь. Естественно, вас жаль, то есть, ну, очень жаль, что вы, ну, попали вот в такую ситуацию. Вот. Вот. Вам не сочувствуем. Я думаю, что начать нужно именно с травмы, в первую очередь. Вот. И уже потом, после этого. Только после этого. После. А, двигаться вперёд, двигаться, двигаться, ну, дальше. Вот. Вот. Ни в коем случае. Ни до. Вот. Важно не проскочить этот момент. Вот. Ну, важно не перекрывать его, в общем. Вот. Вот. Пожалуй, такой ответ я мог бы вам сейчас с точки зрения психотерапии и психологии предложить. Вот. Я очень надеюсь, что вам это было полезно. Очень надеюсь, что вам это было интересно. А, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Не ищите лёгких путей, в данном случае. То есть то, что вы обратились за помощью, вы большая молодец. Вот. Ну, это первый шаг. Это первый шаг. Ну, к вашим изменениям, в данном случае. Вот. Это именно, что первый шаг. Дальше вам нужно выбрать себе психолога, да, и начать с ним работать. Вот. Тогда будет реальный результат, и вы увидите изменения в своей жизни. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго.